В Самарской городской думе состоялось первое в этом году заседание комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. На встречу было вынесено решение относительно строительства как небольших объектов, так и крупных многоэтажек. Особое внимание уделялось постройкам социальной и культурной значимости. На заседании обсудили ряд вопросов, касающихся застройки территории исторического поселения. Рассмотрели заявления, поступившие от застройщиков, по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, а именно изменение этажности зданий в сторону их увеличения. По историческому поселению, мое мнение, оно однозначное, то есть в рамках существующей, которые сейчас есть, эти метражи, поэтому в рамках этого и продолжать строить. Историческая часть города, она все-таки низкоэтажная. Историческую часть города давайте все-таки сохранять, уходить от многоэтажных застроек. Сейчас в Самаре продолжается работа по формированию все необходимые нормативные базы, регламентирующие историческое поселение. Администрация города выступит заказчиком разработки концепции развития исторического поселения. Мы сейчас находимся на стадии отработки технического задания, оно у нас практически уже готово. В ближайшее время администрация города будет объявлен открытый конкурс на разработку концепции устойчивого развития исторического поселения. После обсуждения вопроса комиссия приняла решение рекомендовать главе города Самара отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, так как земельные участки находятся в значимой исторической части города. Отметим, составление плана грамотного развития исторической части города – непростая задача. Важно не только заложить основу развития общегородского центра, но и сохранить культурное наследие. Александра Гусева, Константин Головин. События.